Доброго времени суток всем! В эфире авторский YouTube-канал «Современный разговор» и автор ведущий канала Расим Бабаев. С удовольствием в очередной вас представляю вам доктора политических наук, государственного советника Российской Федерации первого класса, члена закрытого клуба интеллектуальной, деловой и политической элиты Росконгресс-клуб Татьяны Полозковой. Здравствуйте, Татьяна! Здравствуйте! Рад вас видеть в очередной раз на канале. Я даже не знаю, с чего начинать наше общение, потому что события развиваются так стремительно. Каждый день новые два-три свежих информации. Ну, давайте начнем с такого, как бы, желтая пресса, как сказали бы многие. Симониан Маргарита и Константин Затулин. Как известно стало, им запретили въезд, они объявлены персонами нон-грата в Армении. Что это означает? Это может ли сказать о том, что означает разрыв в мировой, значит, армянском лобби диаспоры? По-первых, диаспора и лобби — это не одно и то же. Начнем с этого. Диаспоры — это лица армянской национальности в основном, а лобби — это могут быть лица любых национальностей, которые за вознаграждение работают на интересы определенной диаспоры. Поэтому или, ну, чаще за вознаграждение, но иногда просто из спортивного интереса. Например, Киссин же работал в китайскую диаспору. Киссин же, что, используя на интересы Китая? Киссин же, разве китаец? Нет. Что касается Затулина и Симоньян, то, ну, очень счет разных не означает. Он означает только то, что те, кто сейчас определяет внешнеполитические, простите, приоритеты Армении в мире, больше не нуждаются в этих людях, больше ничего. Это обычная практика. Да, устраивали, а сейчас не устраивают. А чего они их должны устраивать, если Симоньян является рупором специальной военной операции в Киеве? А вы знаете отношение мировой общественности, стран мира к этой операции, не только в Европе. Поэтому зачем им, извините, общаться с Симоньян? Они приняли решение, будешь их пускать. Потом я не думаю, что Симоньян что-то активно сделала в качестве лобби. Симоньян могла информационно поддержать, и то не сама, а с указания Кремля. У нас пресса не работает самостоятельно. Пресса официальная. Те времена давно прошли. А Константин Федорович, которого я знаю, дай бог памяти, с 95-го года, я даже была у него одно время, недолго, первым заведующим отделом Диаспора в Институте СНГ, я могу сказать, что Константин Федорович всегда был лицом самостоятельным. Он перед государством старался не приседать, вырабатывать собственную линию, нельзя сказать, что у него хорошие отношения с нашей властью. Ну, они нормальные, вполне приемлемые, иначе бы он не стал депутатом. Но он, в общем, не из тех, кто будет выполнять любой свист со старой площади. Да, можно ли его отнести к армянским лоббистам? Без сомнения. И он делал для них многое. Можно ли сказать, что он получает вознаграждение? Я, то сказать, не могу, потому что я этого не видела. Есть другое милое государство, непризнанное. Там действительно можно найти следы каких-то вознаграждений. С Арменией я не знаю. И поэтому, когда эти люди, понимаете, государство выстраивает внешнюю политику, любое, а в Армении сейчас изменения происходят, вообще никто не знает, кто за что отвечает. У меня такое мнение. Потому что они даже сам не знают, кто его за что отвечает. Сейчас, ну вот, поработали, устраивали для налаживания отношений с российским руководством, с Россией и так далее. А сейчас не нужны. Не нужны, значит, будут искать новых. А что, в Азербайджан по-другому работают? Я и в Азербайджане знаю примеры, когда отказывались от услуг и журналистов российских некоторых. Это нормальная практика работы государства. Просто я, например, в такой ситуации, знаете, ну, работали, работали, если бы это меня коснулось. Ну, не хотят, пошла я. Потом можно через какое-то время появиться снова. У меня вот сейчас прецедент. Я три года назад в пух и прах разругалась с властями одного государства. Ну, вот они вчера позвонили, пригласили приехать. Это же, ну, жизнь. Поэтому здесь ничего это не значит. А вот кто вместо них будет сейчас работать на Армению в России? Вот на то, в Армении, какого она сейчас качества, да? Полностью западно-ориентированное. Ну, руководство, в всяком случае, западно-ориентированное. Я не знаю, надо посмотреть. Но кто-то будет. Святое место пустое не бывает. Я думаю, что Симоньяна Затурин с голоду, в отличие от нас, с вами не поможет. Поэтому дай им Бог здоровья. Потом, вы знаете, ведь госпожа Симоньяна на заявлении делает о том, что не уйти ли ей вообще с каналов и так далее. Сейчас у нас растет. Давайте отключимся от двух фигур, достаточно значимых сейчас, да? Но, господин Федорович, я вообще его уважаю как личность. Не то, что я разделяю его взгляды. Если бы я разделяла, я бы с ним работала. Он, кстати, тоже ко мне относится с симпатией, хотя знает мою взгляд. Вот. Ну, что сейчас вот эти два человека, я и там все остальные, перед лицом того, что происходит? Россия сейчас переживает самый, наверное, самый драматичный период своего развития, начиная с послевоенного периода. Самый драматичный. У нас роют противотанковые ежи в Белгородской и Курской области. Это не сплетни, это в прессе, я знаю про это. У нас введено военное положение в ряде регионов, а в Центральной России, вот в ряде регионов, в том числе и в Москве, повышенная готовность, так называемая. Один наш губернатор, у нас сейчас много чудных губернаторов, понимаете? Потому что в советское время первый секретарь в кома партии, ну, фактически губернатор сейчас, это был человек, который прошел сложный путь. Он прошел путь, который привел его на эту должность. Сейчас же выскочки кругу, извините. Так вот, один сказал, что когда люди сказали, а что вы нам говорите, чтобы мы собирали тревожные чемоданчики. Ну, нам же всем сказали, собирая чемоданчики для бомбоубежища. Ну, я вот собрала чемоданчик для себя, для мамы и две переноски для двух кошек. Я же не могу их в одну висечку, берутся там. Вот, короче, оставить я их не могу, тогда тоже останусь. Ну, короче говоря, значит, люди возмущаются, а бомбоубежище-то где? Куда бежать-то, если нет метро, как в Москве? На что этот губернатор, ничтоже сумеешь, если, как по-русски говорят, в Древней Руси говорили, значит, на камеры сказал, да что вы паникуйте, значит, нас не будут бомбить, никаких убежищ не надо. Тогда, простите, а что вы нас заставляете чемоданчики собирать? Меня смущает даже не то, что происходит, я это прогнозировала. Вот вспомните, мы с вами разговаривали года два назад, я по поводу Украины сказала, что если наши туда полезут, то никто им легкой победы не гарантирует, и вообще победы не гарантирует. Был такой эпизод, когда мы сирию с вами обсуждали, который сейчас тоже, простите, расход на три части, и вряд ли мы там нужны. Вот, короче, значит, поэтому сейчас, когда у нас вот такие проблемы, ну, конечно, что там Симонян делает, никому, в общем-то, особо не интересно. А насчет Затулина, ну, все, ну, не будет он ездить. Он, оказывается, звонил, имеет Армению, там сказали, да приезжайте, что тоже интересно. Это говорит о том, что полный непрофессионализм сейчас не только в России, особенно на уровне губернаторов, но полный непрофессионализм сейчас и в ряде стран, постсоветского пространства, так называемого. Поэтому, что, ну, я лично, мне лично к Симонян отношусь, как сказать-то, я ее жалею, потому что женщина, взвалившая на себя такие истории, причем истории явно не работающие на ее имидж, она сама сказала, давайте говорить правду. Замечательно, Маргонова, с себя начните. Вы начните, а там и мы подтянемся, как в известном фильме. Чтобы говорить правду, надо быть самостоятельным. А когда ты кормишься из большого кремлевского котла, то самостоятельным быть сложно. Тогда надо признать, что наверху врут. Но все и так понимают, что там врут. Сейчас узнала. Сейчас вы видите, что на Южном Кавказе, как бы, в Москве называют поведение западной экспансией. Вот сегодня наблюдатели от Евросоюза начали первое с прибытия в Армению, патрулирование вдоль Армена-Азербайской границы, оно будет продолжаться два месяца. Вот мне бы хотелось попросить у вас глобально, чем вот завершится процесс изменения баланса сил в регионе Южного Кавказа. Потому что речь идет о том, что Запад выдавливает Россию. Кроме того, вот сейчас готовится встреча Алиев, Пашинян, Владимир Путин. И перед этой встречей в Москву летит Арай Каратюняк, лидер сепаратистов карабахских. И возможно ли там обсуждение, в том числе, вопрос о передаче власти, так называемой, Рубена Варданяна? Ну, вы знаете, сейчас такой период внешнеполитический у России, что ничего глобального она решать не может в принципе. То, что происходит сейчас между, вот с этим переговорным процессом, ну, вчера объявили, что переговоры вначале состоятся в Сочи, правда, я не знаю, Пашинян подтвердила, подтвердил ли это ваш президент, я не знаю, 31-го. И уже после этого они поедут в Брюссель. Вот, ну, понимаете, это же пинг-понг. Если Россия таким образом хочет показать, что она еще тут присутствует, а решает-то она что? Что нового глобального российская сторона может положить на стол переговоры. Да даже российская пресса признает, что ничего. Да, Россия слабеет. А что? Империи возникают, развиваются, расцветают и слабеют. Я думаю, что в период 44-дневной войны наши миротворцы, я это неоднократно говорила, оказались на территории Азербайджана только потому, что вы им разрешили. Если бы им не разрешили, то спокойно давно уже все зачистили. А так идет вот эта какая-то игра на кону жизни людей, молодых людей. Не только азербайджанцев, армян, но и русских. Поэтому ничего это не приведет. Все ждут завершения так называемой специальной операции. Я не называю ее прямым, чем она является. Вы знаете, у нас за это уголовный срок. Сейчас уже сам не знаешь, за что срок, за что не срок. Я, кстати, сегодня с компетентным товарищем утром разговаривала. Я говорю, слушай, а у нас теперь что такое госстайна? Раньше она была прописана, а сейчас за шпионаж могут посадить, даже если ты не владеешь госстайном. Сейчас еще новая статья появилась за конфиденциальные встречи типа того с иностранными государственными структурами. Вот у нас сейчас с вами встреча конфиденциальная, мы же пока вдвоем. Поэтому у нас сейчас полная неразбериха законодательства. Ничего Россия уже не изменит между Кавказом. Но ничего. Уже формируются быстро новые объединения, новые структуры. Сейчас, ну, Запад, Запад играет. Все-таки вам ближе. Турция, я так думаю. Турки, в общем. Армяне, чем быстрее, чем быстрее армяне начнут реальные отношения с турецкой властью, и вот эти вот поездки украдкой на самолетах прекратятся, начнется полномасштабное экономическое и культурное сотрудничество, тем быстрее будет мир на Кавказе. Это понятно. Только в этом мире не все заинтересованы. А эти разговоры там в Москве, когда слышишь, люди просто не понимают. Самая любимая тема у нас с армянами одна вера. Ну и что? Что у нас все верующие, что первое? Если верующие, что все христиане, а второе, они не православные, они монофизиты. Разные религиозные направления. История, кто пошел. Поэтому, когда сейчас начали отдавать церкви, вернее, их даже покупают, то есть их продают, как в Нижнем Тагиле, как написал Хлопотов, очень мной уважаемый блогер, журналист, продает помещение армянскому монофизитскому церквям. Ну, в поведении нашей РПЦ я давно не сомневаюсь. Мой дедушка, прадедушка, репрессированный священник, был бы жил, так он бы сам автомат сейчас взял. Это к дуло. А так, да, вот. Что можно, то продаем. Вот что успеем? Что успеем? Успеем это, продадим это, успеем не успеем это. Потому что итог происходящего в Украине давно уже всем понятен. А вот что дальше? Сейчас же ведь уже схемы, и что дальше? А, кстати, это вот что дальше? И вот то, что касается Кавказа, если вам нужно было слово. Значит, я знаю, что очень много судя по соцсетям, и не только, и в Азербайджане те, кто говорит, ну пусть Россия развалится. То есть это эмоциональное отношение к России русским, которые, видимо, долгое время, ну, своим поведением высказывали, имя составляли, так сказать, неприятные эмоции. Я эти высказывания не буду повторять, вы знаете, оно выплескивается. Ну, вы понимаете, ну что, оно развалится. Когда такая огромная, извините, туша лежит и гниет, соседям тоже будет плохо. Вот и вся история. Китом уже, ты никого, господи, мы уже на грани. Спасаться надо, страну спасать надо, если сможем, но я в этом не уверена. Татьяна, вы предварили, как говорится, опередили мой вопрос по поводу религиозного вопроса, по поводу... С господином Клопотовым, в принципе, записывался я, записывал с ним эфир, после того, как он обнаружил, что на территории, значит, монастыря в Нижнем Тагиле появился Хачкар. Вот, я, в принципе, связывался и с представителями РПЦ России, бывшими, действующими. Они сказали, что вот установление, значит, армянских памятников, это проводится в соответствии с договоренностью, нашей дружбой и так далее, да, надежно и крепко, как поется в той песне. Ну, я посмотрел, значит, полистал интернет, за этот год, значит, Хачкар появился в Уральске, на территории Кафедрального собора Архангела Михаила в Казахстане, в городе Волхов Ленинградской области, во Владимирской области, в Киржаче, а также, значит, на территории Храма Святого Николая Чудотронца в Губкинском храме. Значит, сейчас Армения, как бы, обвиняет Россию в предательстве, в предательстве интересов, значит, взаимной дружбы. Вот у меня вопрос большой. Армения, моноэтничные государства, позволили бы они какой-то представителям другой веры устанавливать у себя, значит, в церквях, в Армении, какие-то знаки, принадлежащие, принадлежь другой вере. Мы знаем, что и на освобожденных от оккупации территориях они присваивали чужие, значит, храмы, в том числе албанские, разрушали христианские русские церкви. Был найден, значит, как бы, фабрика по производству хачкаров, которые потом искусственно приводили в такой вид, что они, как бы, древние, тысячу лет, полторы тысячи лет, вот, хотя, вот, Филипп и Казьянц, я слушал его, значит, лекции, его выступления в Ютубе, он говорил, что, значит, первая информация о хачкарах появилась в 19 веке. Вот у меня вопрос, вот сейчас они повсеменную устанавливают в России хачкары, завтра, и зная, значит, характер этого народа, они скажут, что мы здесь были вечными, что это русские пришли, они же заявляют о том, что это мы русских приняли в православие, вот, как вы эту проблему, ну, надо, наверное, поднимать, сейчас у вас там идет война с Украиной, как вы называете, СВО, и, как говорится, людям не до этого, армяне, используя вот этот, как бы, процесс, везде устанавливают хачкары, чем это чревато? Вы новую карту России видели, территории российских, чем сейчас занимается, вот, форум свободных народов России, и круглый стол, который в Киеве создали, Илья Подмарев там руководит, ну, и где там Армения, вы понимаете, в чем дело, сейчас Армения вообще нулевая угроза для нас, почему, потому что вот этот форум свободных народов России, где очень неплохие специалисты, кстати, в отличие от тех, кто по нашим каналам орет, хорошо финансируются, они требуют, чтобы русские ушли с тех территорий, которые не коммунизировали, потому что, например, там приводятся цифры, те же народы, проживающие в Сибири, даже и русские, в том числе, пришедшие туда, они, все, что они там производят, включая нефть, золото, там и все прочее, это же весь доход идет в Москву, а из Москвы за границу вывозятся, они ничего не видят, и вот кто-то там уже посчитал, что если они создадут самостоятельные сибирские Штаты, то они через некоторое время уже догонят Канаду, вот об этом надо чек-то, армян тут сейчас будет слушать, простите, при всем уважении, а сейчас я отвечу на два ваших вопроса, первый вопрос, могу ли я представить в армянской церкви какую-то атрибутику чужой, если хорошо заплатят, могу, и я тем самым отвечаю на вопрос, почему это появляется в некоторых храмах РПЦ, а вы бы с нашей полицией поговорите, кто занимается экономическими преступлениями, только не официально, а вот так в муарах, будьте в Москве, я вам устрою встречу, там прямым текстом называют нынешнюю Российскую Православную Церковь коммерческой корпорации, потому что это самое, нет, про всех говорить нельзя, про всех, конечно, говорить нельзя, вот, но вот очень многие не ходят в церковь только потому, что говорят, что я туда пойду, я вон дом помолюсь, поэтому, ну, откуда мы знаем, если дали что-то приходу, так Барюшка мог и пойти на это, это не политика, у нас нет в России давно политики, давно ее нет, у нас все строится на корыстных интересах, ну, вот, например, тоже освобождение, так называемые освобожденные территории, вообще смех один, потому, что их освободили, отпраздновали, а через некоторое время эти территории плавно начали возвращаться обратно в Украину, даже очень удобно строить что-то на освобожденных территориях, мост сами разбомбили, потом мост восстановили, и они прокрыли, я, ну, давайте не мост, а с болезненной темой, про дорогу, потом снова построили, потом выгнали оттуда, и чего, а сейчас все структуры озабочены, чтобы ухватить, потому что что будет через полгода, не знает никто, страна признана международным террористом, ГАГа запускает процесс над российским руководством, вы же по телевизору камеру показали, которую приготовили для одного российского крупного чиновника, вот, что, на что армяне тут вообще могут рассчитывать, ну, пусть Китай объясняется, у нас скорее Датсана появится, ну, я вот была сейчас на территории Гурятии, я сейчас много езжу по стране, вот, чистенькая территория, Шотландию напоминает, дороги чистые, поля чистые, коровки чистые, что плохо-то, вот, поэтому, нет, я говорю, а армянам бы сейчас о себе подумать, в данном вопросе, а здесь, что, тут уже другая игра идет, и более крупная. Я вас просил, значит, прокомментировать, значит, процессы вокруг изменения баланса сил, вы помните, что вот совсем недавно Иран проводил учения своей армии на северной границе и заявляет о том, что мы не потерпим изменения границ, выступаем за территорием целостности. Что сейчас Тегеран хочет ухватить в этом неспокойном периоде, и когда были оккупированы территории Азербайджана, такого рвения к соблюдению норм международного права иранские власти не проявляют. Вы знаете, как раз про Иран могу сказать, я правда в Иране не была, собираюсь только в командировку в 23-м году, но я сейчас пишу большой материал для азербайджанской прессы, прессы по армянскому лобби, именно лобби мировому не диаспоре, а лобби, кто коридор, который проводит интересы диаспоры и Армении. Так вот, мне мои армянские коллеги, которые армянские, подчеркну, которые занимаются Ираном, дали очень интересную информацию. Оказывается, в Иране давно существует практика, когда таких красивых и умных девочек из армянских семей выдают замуж за представителей влиятельных родов Ирана. Это армяне сами признают. И эти девушки, конечно, уже влияют, вот он коридорчик-то, но это старая практика, не только армянская, влияют на политику. Вот одно из лобби, которое реально влияет на, вернее, девушки диаспоры, а муж уже лобби, влияет на позицию в официальную Ирану. Но Иран решил поиграть, дали возможность, тут все понятно, но я думаю, что вы знаете, не, ну если вот так вот говорить, я никогда не ошибаюсь в прогнозах, я, азербайджан, конечно, победит при любом раскладе, я думаю, вы подождете, пока Армения подпишет договор, их как-то начнет шевелиться, но столько времени уже одни разговоры, потом просто эту проблему решите сами. Вот и вся история. Тегеран тут ничего не сделает при всем своем желании. Просто власти Тегерана ошиблись, на кого ставить, ну политика как шахматы, великая шахматная доска помните, посчитали, не туда поставили, ну им отвечать, ничего. Вот. Так что вот так вот. При любом раскладе я желаю вам добра, успехов, но пока то, что я наблюдаю со стороны Азербайджана, на внешней доске, внутренне я не изучаю, не знаю, что-то. Вот, на внешней доске ваше руководство делает довольно верные шаги. А Пашиняна уже сравнила, он кружит на сковородке, бегает, за одну ногу бежит, за другую ногу туда бежит. Никто ему не поможет. Ни Путин, ни Тегеран, ни Брюссель. Надо принимать те условия, которые постановлены. Татьяна, вы не просто эксперт, политолог, вы очень много лет проработали в структурах МИДа, то есть у вас дипломатическая деятельность, напрямую вы связаны с этим. и конец 20-го века, 99-й год. Вы, наверное, активно тогда работали и вы слышали, наверное, в кулуарах или в различных кругах, сегодня 27-е октября. 23 года назад, в этот день, в 99-м году, в парламенте Армении произошел теракт, когда были расстреляны члены руководства, представители руководства Армении. Говорится о том, что в то время Баку и Реван были близки к подписанию каких-то соглашений, чтобы разрулить этот гордий узел. Мне бы хотелось узнать ваше мнение о том, что же тогда все-таки происходило, как подковерное... Вы знаете, в 99-м году еще не работала в качестве чиновника МИДа, я преподавала в Дипломатической Академии Министерства Иностранных Российской Федерации и готовила к защите докторскую диссертацию, которая защитила в 2000-м по теме диаспоры в системе международных связей. Кстати, у меня там огромный раздел по армянской диаспоре, я там отрицала геноцид в Турции, но тогда времена были свободные, поэтому где-то созуги не было, поэтому все нормально прошло. Вы знаете, ну, вообще надо сказать, что кто мог это сделать, чтобы поменять политический баланс, я отвечать на такой вопрос не готова, потому что версии были разные, ведь те, кто стреляли, они просто инструмент, это же не их была инициатива, любой этап, но то, что они сделали, это ведь привело, так сказать, к изменению политического расклада в стране, как вы помните, кто в этом был заинтересован, но я не исключаю, что кто-то из России, мог бы заинтересован, мог быть из другой страны, или вообще это Дашнаки сыграли, тут сложно сказать, но то, что история армянского, армянства, полна вот таких вот кровавых событий, это у вас, наверное, знает любой школе. У нас единственный теракт в России, Москве, совершенный в метро, когда был Новый год, дети ехали, это совершили Дашнаки. 77-й год? Да, и причем, вы знаете, у меня была очень такая независимая преподаватель, классный руководитель тогда в школе, находя была и предсекретарь партнерской партнерской школы, она нас собрала на занятия и начала вот с этого, и сказала, как же это ужасно, и среди армян столько героев Советского Союза. Мы же тогда армян ведь не делили, никто ничего не слышал. Я про Дашнаков-то прочитала, когда читала книгу про Камо. Вот, я очень много про него читала, фильмы видела, там про Дашнаков было написано. Вот так вот я это и узнала. Вот, но не все же дети читали там, взрослые книжки, понимаете. У меня просто дома кличка была Камо, потому что, когда я не хотела идти в школу, приходили врачи, я так искусно изображала больную, что мне давали больничную. Поэтому папа меня звал Камо, вот отсюда. Ну, помните, когда его пытали в психиатрической клинике. Вот, поэтому мне эта фамилия была знакома. А так, ну, вы знаете, у нас, как вам сказать, у нас сейчас, это еще, вот, боюсь ошибиться, только по-кому, я поставлю себе в неловкое положение цитату из Казиев. Цитата такая известная, русский народ нелюбопытен. Тогда говорили, до революции. А сейчас он трижды нелюбопытен. Вот выросшее поколение, ему вообще ничего не интересно. Хотя театры полные. Вот театры драматические, я вот бывала недавно в театрах в Иркутске, во Владивостоке, театры полные. Поэтому не знаю, как этот парадокс подняться. С одной стороны, везде тянутся к чему-то, вот, духовному, там, классическому, а с другой стороны ничего не интересно. Вот вы знаете, вот вы поговорите с большинством нашего народа, что они думают о военной операции в Украине. Вот они вопрос ставят, а зачем вообще она нужна была? Вот ведь главный вопрос, зачем вообще она была нужна? Этот вопрос никто не задает. Ну, понятно, что не все в определенной среде. Они говорят, что вот, мы победим или мы не победим. А зачем? Поэтому здесь я хочу сказать следующее, что, конечно, судьба Южного Кавказа, она была связана с процессами в России, она и будет связана. Вот, но какие будут процессы, сейчас никто не может предсказать. А насчет Армении, ну, если с Турцией не замерятся, и если не будут делать то, что им говорят, то и не будут выстраивать отношения с Азербайджаном, брохнутся они. как только ворота в Турцию откроют Настеж, и завалится толпа веселых турецких мужчин в страну, где основная масса мужчин находится на заработках, я не так, что говорят. Вот так, так и будет, ну и что там будет. Она действительно, ну и ради бога, чего? Чего упираться-то рогом, если сил нет? Я всегда считаю, что когда сил нет, упираться рогом не надо. Если тебе предлагают руку помощи, ну возьми ее. Поэтому я вообще, у меня сейчас, тем более туда ведь с толком ты не съездишь, потому что нет, съездить-то можно, меня даже приглашали без конференции провести, но сейчас все в таком состоянии подавленном, что никому не хочется никуда уезжать из моих колеб. Так что не знаю, я вот вообще хочу, может быть, мы как-нибудь в другой раз, в принципе, я подготовлюсь, еще подсчитаю, поговорим, какие тенденции-то у них вообще, что они, вот у них какой ресурс-то вообще, вот как бы они собираются выживать сейчас. Они же от нас получали очень много, гуманитарки, и это в обоих получали. Обязательно поговорим и не раз. Да, вот. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Татьяна, очень рад вас видеть, всякий раз, но в принципе, не прекращаем наше общение, переписка в других соцсетях, вот назрело время для того, чтобы мы очередной раз записались, в пятый, шестой или седьмой, я уже не помню. Ой, я сочетно сбилась, сколько у нас было конфиденциальных встреч, как у нас сейчас говорят, поэтому я сочетно сбилась. Уважаемые зрители, вы смотрели эфир авторского YouTube-канала «Современный разговор» с Расимом Бабаевым, с доктором политических наук, государственным советником Российской Федерации первого класса, членом закрытого клуба интеллектуальной деловой политической элиты Росконгресс-клуб Татьяной Полосковой. Спасибо большое, Татьяна. До новых встреч. Всего вам доброго. Мир с головой. Да, очень доброе. Спасибо, до свидания. Всем спасибо. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин